За кулисами сцены дыши и не протолкнутся. Большие коллективы оркестры исполняют по 2-3 произведения и уступают место коллегам. Обычное конкурсное состояние. В Московской области конкурсов эстрадно-джазовой музыки не так много, а на виду только тот, что в Видном. И это проект нашей школы искусств. В основном география Москва и Московской области на данный момент, поэтому конкурс областной пока еще у нас. Но мы надеемся в следующих проведениях конкурсов на привлечение из других регионов учащихся. Мы к этому очень стремимся. Рам-джаз-бэнд из Раменского в этом году во второй раз оркестр сформирован при музыкальной школе. Всего 300 человек сменили друг друга на сцене за два конкурсных дня. В этом замечательном городе и в этой замечательной школе нам выступать за честь. Выбивать строгий джазовый пульс еще ответственнее, когда знаешь, что в зале сидит сам Анатолий Кроул, джаз-звезда мирового масштаба. Дирижер, пианист, композитор и аранжировщик. Он во второй раз возглавляет жюри конкурса в Видном. Все завтрашнее начинается сегодня. И вот эти маленькие существа, которые входили на сцену, очень искренне пытались своими звуками высказать любовь к этой музыке. Это, конечно, не может не трогать. И даже такого маститого музыканта, который, казалось бы, видел в джазе все в душе и видного, удивили балалайкой. Нужно чувствовать ритм, джаз, понимать, что ты играешь, прям вот насытить, прям выдать всю свою энергию зрителям, чтобы они поняли, что ты играешь в джаз. Что сказал господин Кролл? Не бывает ни джазовых инструментов, бывают ни джазовые музыканты. Этот мальчик оказался джазовым музыкантом. Джазовых мальчиков и девочек в этом году было рекордно много. Третий по счету конкурс взял количеством. И солистам, и ансамблем, и оркестрам повезло не только выступить, но и принять участие в круглых столах и мастер-классах. Если говорить об исполнительском уровне, он разный, честно говоря. Я считаю, что массовость, она может быть в этом смысле является достижением этого конкурса. Но вместе с тем я все-таки, может быть, пожертвовал бы количественным составом этого конкурса и ввел бы какой-то предварительный ценз. Конкурс оказался весьма урожайным для ребят из нашей школы искусств. Лауреатов первой степени четверо, второй, двое, третьи и еще четверо. Один дипломант первой степени и два из трех приза главы администрации Ленинского района остались на родине. Татьяна Кременецкая и Адамия Екатерина Чернышева. Видное ТВ.